Читаю новости и осознаю, что причинно-следственная связь для многих сепаратистов штука неизведанная. А зря. Потому что если бы Арсен Павлов остался у себя за поребриком машины мыть, то мыл бы он у себя в Ростове их и сейчас, а не сошкрябывали бы его в Донецке со стен лифтовой шахты, а потом бы не похоронили, как Моторолу. Если бы Михаил Толстых не захотел бы убивать украинцев и не возжелал бы шальных денег за это, а занимался бы промышленным альпинизмом и дальше, то его бы не сожгли огнеметом Шмель в кабинете. А так он стал Гиви и закончил жизнь быстро, но с огоньком. Если бы Саша Беднов, который всю жизнь был луганским ментом, крышевал, обкладывал податями, хапал взятки, не захотел бы в 2014 году стать пророссийской шавкой и возглавить террористическую группу Бэтмен, то его бы не расстреляли 1 января 2015 года возле Лутугина. Был бы себе решал и в Луганске, но нет. Захотел большей власти и денег под патронатом Кремля и... все. Если бы Алексей Мозговой продолжал бы профессионально заниматься исполнением украинских народных песен, чем он занимался до того времени, как пошел служить Кремлю, то был бы жив, а не потяжелел бы в 2015 году на полкило свинца. Если бы Олег Мамиев продолжал бы пасти кос у себя в Северной Осетии, а не принял бы в 2008 году участие в военных действиях против Грузии на стороне вооруженных формирований сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, то потом бы, в 2014 году, не поехал бы воевать на Донбасс. Но козы показались ему менее привлекательными, и он, взяв погоняло Мамай, приехал воевать против украинцев. В итоге ему прилетела мина в голову и выбила оттуда все глупости вместе с жизнью. Если бы Саша Захарченко продолжал бы торговать курами, то он бы не был взорван на поминках по Кобзону. Но, видимо, куры не давали ему тех денег, которые он получал, будучи марионеткой Кремля. Он обменял родину на бабло, совесть, на право побыть царьком и пилить заводы на металл. В итоге его, как и весь перечисленный выше список неудачников, утилизировали после того, как он стал ненужен, много знал и много крал. А ведь он не последний из тех, кто хотел стать хозяином жизни за счет того, что побежал работать на оккупантов, но которого уберут хозяева после того, как они становятся отработанным материалом. Предательство заканчивается одинаково. И хотя утром стало известно, что так называемый председатель Совета Министров ЛНР Сергей Козлов удрал из оккупированного Луганска, спасая свою шкурку, но это не поможет. Все, кто могут что-то знать и могут быть свидетелями по военным преступлениям россиян, будут зачищены ими самими. А ранее оттуда же свалил Игорь Плотницкий и пока прячется в Москве. Но и первому, и второму это не поможет. Увидите. В любом случае, их участь определена и предрешена, как и участь всех тех, кто решил предать Украину и подработать на Россию. А ведь могли бы подумать о последствиях, если бы знали, что такое причинно-следственная связь, но не знают и мрут.